Приветствую Вас! Попробуем решить Вашу проблему или хотя бы попытаться яснее понять ее суть. Значит, Вы обращаетесь к нам за помощью в том, чтобы понять смысл жизни. И как, наверное, правильно сказал Вам мой коллега Андрей Смирнов, что смысл жизни не знает никто, потому что он для каждого свой. Продолжение следует в том, что Вы сами отвечаете на свой вопрос, Вы говорите, я знаю, что он есть в моих родных. И здесь как бы возникает тут необходимость оговориться и сказать, что смысл жизни не в родных и не в конкретных людях, а в том, что Вам хочется делать, в том, что Вам нравится делать, в том, что Вы свободны. Смысл жизни в том, чтобы идти к своим собственным идеалам и стремлениям, но это лишь такое очень общее описание смысла жизни, разговаривать об этом можно очень долго и ни к чему не прийти. Вы пишите, что смысл жизни моих родных. Смысл жизни точно не в том, чтобы быть интересованным в общении с людьми. То есть жизнь – это не люди. Жизнь – это Вы сами. Это то, что Вы делаете, то, чем Вы занимаетесь. И если Ваши родные привели Вам понимание смысла жизни в контексте их, то возникает вопрос, сделает ли Вас счастливой подобная конструкция. Если да, то тогда Вам получается нужно только решить вопрос с рабочей сферой и понять, что Вам интересно. Чтобы понять, что Вам интересно, нужно для начала ответить на ряд вопросов, связанных с Вашей трудовой деятельностью. Дело в том, что на работу, ведь Вы как-то устраивались, Вы о чем-то думали, когда начинали действовать в этой сфере и, собственно, какие у Вас были мотивы идти на работу тогда. Далее вопрос, с каких пор, с какого момента и почему началось ежедневное угнетение и депрессия. Как и говоря, депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, для чего назначается медикаментозное и психотерапевтическое лечение. Если диагноза у Вас нет, то и сказать, что у Вас депрессия также нельзя. Как изменить сферу деятельности и как понять, что Вам интересно, можно таким образом. Ну, во-первых, сферу деятельности достаточно радикально, то есть при садных сад работах какое-то время дать своему моральному состоянию, психическому здоровью восполниться, прийти в норму, побыть в уединении, предложить Вы к себе. А далее стоит проанализировать Ваши сильные стороны, и вот исходя из сильных сторон, уже как бы их формировать, погнать только общее направление того, чем бы Вы могли заниматься. То есть, важно понимать, что Вам интересно то, что Вы потенциально могли бы делать, но средств к этому у Вас нет. И когда будут истины Ваши сильные стороны, а также когда Вы побудете немножечко в уединении с самой собой, когда Вы прислушиваетесь к себе, то в результате и Вы сможете услышать свои желания, которые у Вас есть, просто они подавлены. И вопрос заключается в том, наверное, основной, это что или кто подавил Ваше желание. Неужели только работа, может быть родные, может быть еще какие-то люди или обстоятельства ответственные за подавление Ваших желаний, может быть Вы с детства свои желания подавляете, если так, то их подавлять нужно перестать, наоборот дать им волю, дать им возможность существовать, дать им возможность заявлять о себе и прислушиваться к ним. Как правило, это достигает за счет формирования образа той Вас, какой Вы хотите себя видеть. И за формирование личных границ. То есть такая область психическая и материальная, куда бы не было доступа никому, кроме Вас. И именно этим определяется личностный рост, а также этим определяется и смысл жизни. Неплохо было бы, если бы Вы начали осваивать культурные ценности общества, чтобы стать более подкованной хотя бы в теории относительно того, какие сферы вообще Вам нравятся. Ну и полагаю, что проблема заключается вне уверенности в себе. Вот это тот момент, наверное, который является основным блоком для Вас при достижении цели. Соответственно, в этом ключе Вам и нужно двигаться. Напоминаете сами, пока не будет ясно, что Вам двигало при устройстве на работу, пока не будет ясно, в каком моменте и почему началось угнетение на этой работе, что мешает Вам уйти с этой работы, а также, пока Вы не выполните тот ряд действий, которые указал лично я, у Вас не получится достичь своей цели. То есть, чтобы сделать то, что Вы хотите, то, что Вы хотите, нужно будет менять свое поведение. И если Вы к этому готовы, то, я думаю, результат не заставит себя ждать. Ну а если Вы не готовы, или если Вы думаете, что за один ответ такой вопрос можно решить, то, к сожалению, обстоятельств предположить, что результата как такового не будет. Потому что вполне вероятно, что с Вами предстоит работа и не одна консультация, хотя бы в режиме онлайн, хотя бы в режиме переписки, или, может быть, даже аудио-видео связи, как Вы захотите. Но, тем не менее, если Вы действительно хотите изменить свою жизнь, требуются усилия, требуются неудобные, непривычные Вам решения, но без этого изменить свою жизнь не получится совершенствению, потому что Вы какое-то время живете так, привыкли, и Вас не устраивает, но и не устраивает Вас ваше положение, и чем-то оно Вас устраивает, раз Вы продолжаете в нем находиться, и вот то, чем оно Вас устраивает, сначала нужно выявить и убрать, чтобы было больше мотивов что-либо менять. В этом все, надеюсь, что помог Вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю Вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok